Перевод группа Dizimania. Озвучен релиз группы SSD специально для сайта dizimania.ru Ворон Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Все хорошо, надо только достать пульс. Пистолет, из которого ты стрелял, его могут отследить. Нет? Хорошо, не трогай ничего, поехали скорее. Посмотрим, какими еще сюрпризами ты положишься, Месуфа. Кузгун. Кузгун. Помоги. Не бросай меня здесь. Помоги. Помоги. Не бросай меня. Не оставляй меня здесь. Чего вы, блин, хотели от Косика? Кузгун. Сынок, в чем был виноват этот парень? Это был план Шерефа. Я до сих пор помню. Кто из вас Кузгун? Не делай. Кто из вас Кузгун? Тебе все еще интересно? Спроси же. Спроси, спроси. Кто из вас Кузгун? Спроси. Спроси меня. Я дам тебе доказательства, которые ты хочешь. Чтобы уничтожить Рефата. А ты все еще такой же. Выбор да выбор. Не надо. Не делай этого. Я ничего не делаю, сынок. 20 лет назад ты выбрал смерть. Куда едем? Поезжай. Я укажу дорогу. Поезжай. Я знаю, что вы проводите расследование по поводу моего отца. Я адвокат. Может, я что-то расследовала, да? Вы словно американка. Не боитесь? Чего? А так бы я и правда могла разузнать кое-что о вашем отце. Что бы было, если бы это было так? Шермин – ваша тетя. Мой отец – ваш зять. Но вы предпочли воспользоваться оружием, чтобы познакомиться со мной. По-моему, это, несомненно, похоже на принудительный привод. Можешь пригласить сюда парня, который привел сюда госпожу Дилу? Этого достаточно. Я ухожу. Я не собираюсь оставаться здесь и наблюдать, как вы наносите вред вашему же человеку. За сегодня я уже достаточно навидалась вандализма. Благодарю. Господин, когда госпожа Дилу отказалась, я… Ну, прошу вас. Дай свой пистолет, прошу. На колени. Прошу. Пожалуйста, попроси прощения у госпожи Дилы. Прошу прощения. Это все моя вина. Хорошо. Бора. Рядом со мной нет места для таких людей, как ты. Ты уволен. Это останется у меня. Что думали? Думали, что убью? Если бы я убил перед вами человека, дела, я бы тогда ничем не отличался от наших отцов, не так ли? Но мы поколение, которое придерживается иных понятий. Откуда мне знать, вдруг бы убили его после того, как я уйду? Вы правда мыслите, как американка? Нет. Это очень даже по-турецки. Тогда случилось какое-то недоразумение, да? Именно. Мне правда надо идти. Конечно. Как будет угодно. Спасибо за объяснение. Мне вовсе не нравится напрягать попусту мозг заполнением информационных пустот. Первым делом хотел с вами, а после уже с отцом поговорить по этому поводу. Но не вижу что-то стоящее, о чем можно говорить. Все еще жив. Даю адрес. Пусть вас отвезут. Не стоит. Как хотите. Важно. Прошу прощения. Да. Пусть везут в нашу больницу. Срочно. Что-то случилось? В отца стреляли. Тяжело ранено. Сворачиваю направо. Да. Ворай, я тоже поеду с вами. Спасибо. Вы звоните вашему отцу? Алло. Брат, ты слышал о произошедшем? В дядю Шерафа стреляли. Что? Что ты говоришь? Как такое случилось? Кто стрелял? Куда ты идешь, папа? Встретимся с Шерафом. Хорошо. Я тоже поеду. Не стоит. Мы будем одни. Он был один? Не знаем. Точнее, не знаю. Ты вместе с отцом? Нет, я не с ним. Отец. У него было важное совещание, он поехал по делам. Поняла. Али, мы сейчас же должны найти отца. То есть меня приняли? Да-да. Супер. Когда начну? Завтра начнешь. Шеф. Подстрелили Шерафа Дагестанлы. Что ты говоришь? Причина известна? Не знаю, мне отвезти из больницы. На самом деле у меня есть догадка. Вы знаете, что у Шерафа Дагестанлы есть своя больница? Ну, скажем, это ее тайный собственник. Шеф, почему мне не начать сразу же? Когда все указывает на то, чтобы я начала работать, почему нет? Спасибо. Иди, помоги ей. Рафат? Рафат? Что случилось? Ты плохо выглядишь. Да уж. Перестрелка? Нет. 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 Да стой, блин, стой. Не забывай. Как его состояние? В операционной, господин. Чтобы никто не узнал. Хорошо. Где это случилось? В Умерли. В 10-15 минутах езды. Что он там делал? Какая у отца была программа на сегодня? Где Айхан? Мы потеряли его. Он был вместе с ним. Есть кто знал программу отца? Как отец? Мы делаем все, что в наших руках. Операция все еще продолжается. После того, как в него выстрелили, его быстро привезли в больницу. И несмотря на это, состояние критическое, господин Бора. Куда ранили? В голову. Повреждена церебральная ткань и лимбическая система. Лимбическая система. Это нейронная структура, которая позволяет функционировать человеческому телу. Все чувства? Память? Все это в системе, да, доктор? Совсем не подошло. Отцу моему, госпожа дела. Совсем не подошло быть подстреленным в лимбическую систему. Не знаю, важно ли это для вас, как место попадания пули, но кто-то позвонил в больницу ради дяди Шерефа. По-моему, вы должны узнать, кто и когда звонил. Это чудо, что человек, подстреленный в голову, выжил до приезда в больницу. Найдите того, кто поспособствовал этому чуду. Если это не совпадение, значит, у нас есть свидетель. Кто это? Али. Не отвечай. Выключи телефон. КОНЕЦ 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 Здравствуйте. Когда дадут объяснение? Посмотрим, мы сами только пришли. Скоро открыто похоже. Сейчас принимают только больных. Меры предосторожности, вы знаете. Я пойду в туалет и приду. Хорошо. Как дядя Шереф? А Наз и Шеремин? Они ничего не знают. Но журналисты внизу. И скоро все узнают. Нет, нельзя так. Хочешь, чтобы я позвонила? Я позвоню сам. Хорошо, что ты была рядом со мной. Уберите от сюда журналистов. Не подпускайте их сюда. Ты была в сборе? Расскажу. Где вы были? Расскажу, брат. Как это случилось? Где господин Рафат? Это у него надо спросить, а не у меня. У отца было важное совещание. А после я не знаю, что произошло. Будет хорошо, если узнаем. Потому что, несомненно, он лучше нас знает, где и с кем был мой отец. Да. Где отец? Где отец? Что происходит? В чем дело? Как такое может быть? Там не было ни одной живой души. Когда успел кто-то приехать туда и отвезти в больницу? Кто-то был поблизости. Точно. Не отвечает? Нет. А если с ним что-то случилось? Если бы такое произошло, мы бы узнали. Операция была очень сложной. Мы сделали все, что было в наших руках. Ткань головного мозга сильно пострадала. В головном мозге отеки. Не тяните, говорите кратко и ясно и по делу. Вероятность того, что выживет, очень невелика. Велика вероятность того, что он впадет в кому. Велика вероятность того, что он впадет в больницу. Велика вероятность того, что он впадет в больницу. Велика вероятность того, что он впадет в больницу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы больше не можем быть сыном отцом... Доктор говорит, что даже если ты спасешься, будешь жить как овощ... Твои враги, кто бы это ни был, очень жестокие... Из тех, кто не убивает, а причиняет боль... Но я не позволю... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Бора... Все хорошо? Бора... Брат в порядке? Как дядя? Продолжение следует... 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 В чём дело? Одной запракт нет. Как нет? Дай бог она выпала где-то здесь или в машине. Или у нас будет большая проблема. У нас был свидетель. А теперь и улика есть. Я хочу знать, кто сделал это с отцом. Мы найдём его. По-другому и быть не можем. Я хочу, чтобы убийцы моего отца знали, кто я. Да, господин офицер, нам нужно проехать в управление, чтобы взять показания. Вы не можете взять показания здесь? Он только потерял отца. Сейчас вся семья нуждается в нём. Приказ такой. Прошу, поехали. С вообще адвокатом. Дела. Может, и ты поедешь? Ради папы и Шермина. Конечно. Конечно, поеду. Прошу. Спасибо. Созвонимся. Пусть отдел по связям с общественностью подготовит материалы для прессы. Свяжитесь с нормальным репортером. До публикации пусть отправят почты. Основной вход. Вам на какой этаж? На выход. Я на месте. Как раз шла к вам, у меня несколько вопросов. Вы журналист? Угу. Как вам удалось добраться сюда? Скажем, что я совсем маленькая. Я могу узнать о состоянии шерифа Дагистанлы? Он мёртв. Думаете, это были тёмные расчёты? Что вы думаете о причинах? Нужное заявление будет сделано прессе. Только вот не вы являетесь моим собеседником. А ты не должна быть здесь. Вы с такой смелостью можете работать в более лучших местах, маленькая госпожа. Кумру, не копайся. Прошу тебя, держись подальше от этого дела. Чтобы я не раскрыла ваши грязные дела? Ты думаешь, что я о себе думаю? Будет хорошо, если подумаешь. Советую. Шериф Дагистанлы умер, не получив наказания в этом мире. Но твой отец получит. Твоя семья рано или поздно получит по справедливости. Я не оставлю вас до этого дня. От господина Рафата всё ещё нет вестей? Узнай, кто и что делал сегодня в Стамбуле. Пусть тот, кто боится вас, будет таким же, как вы. Увидимся, господин Бара. Нет, в машине нет никакой запонки. Наверное, выпало, когда тебя ранили. Сделаем так. Позвоним Надиру, пусть приедет и отвезёт тебя домой. А я поеду на место происшествия. Если нам повезёт, найдём запонку раньше полиции. Нельзя. В одиночку нельзя. Мы поедем вместе. Спасибо, доктор. Скажи парням, чтобы не ехали за мной. Господин Бара, можно вас? Господин Бара, скажите что-нибудь. Господин Бара, скажите что-нибудь. Скажите, пожалуйста, прокомментируйте. Господин Бара, скажите что-нибудь. Господин Бара, скажите что-нибудь. Господин Бара. Друзья, что вы делаете? Господин Бара, скажите. Куда вас отвезти? Вы куда? Хочу посмотреть на место преступления Полиция давно изучила место Что ты хочешь найти там, чего они не нашли? Моего врага И когда найдешь, своими руками накажешь, да? Ты со временем избавишься от своих предубеждений Господин Бора Господин Бора Господин Бора Скажите что-нибудь, господин Бора В какую сторону поедем? На место происшествия, прошу Слушаю, Али Где ты, папа, где ты? Я только сейчас узнал о произошедшем Папа, не принимай меня за дурака Ты вышел на совещание с дядей Шерефом Он умер, тебя уже давно нет Мы отменили нашу встречу Я возвращаюсь в Стамбул Откуда возвращаешься? У меня была более важная встреча Папа Говори со мной открыто Что происходит? Как Шермин? Как нас? Шермин плохо, она не в состоянии говорить Ты должен срочно приехать сюда Твое отсутствие сильно заметно Бора вернулся из Стамбула Ходит весь гневный В любой момент здесь могут произойти необычные происшествия Хорошо, хорошо, я еду Что случилось? Почему мы остановились? Кто-то приехал раньше нас Кто-то приехал раньше Он был ранен здесь Если посмотреть на место пули Стрелявший стоял где-то там, где ты Теперь По итогам осмотра здесь стреляли из трех видов оружия Первый пистолет Айхана Остальных двух нет Незаписанные пистолеты, то есть Но Пистолет, из которого убили твоего отца и Айхана, один и тот же Значит, убийца один Мы узнали, кто вызвал скорую по телефону Представили с ненастоящим именем Участие в этом человека с ненастоящим именем не может быть совпадением Ты оказалась права За нами тень Думаю, с остальным разберется полиция Поедем уже Ты видишь здесь что-то, чего не вижу я? Бора, я не волшебник Всего лишь собрала улики и сказала свое мнение Кто это? Бора Дагестануи Всем шерептам Всем шерептам Субтитры сделал DimaTorzok Здесь нет никакой запонки Хорошо, если не здесь, то где? Я был там раньше всех, не переживай Он еще жив Сообщи адрес Что мне делать? Мой папа Моя мама Как ты ушел, бросив меня, брат? Куда ушел ее, брат? Она неожиданно выскочила из комнаты Что я могу сделать? Тебе холодно? Почему твои руки в перчатках? Ты можешь заразиться микробами? Идем, дочка Пойдем в комнату Приехал господин Рифат Вызвавший скорую, все знает Все видел Кроме меня, кто-нибудь знал, что ты будешь там? Нет, ты и я Папа? Ты в порядке? В порядке, дочка В порядке Шермен внутри? Внутри Бара тоже здесь Что происходит? Добро, красота Что еще? Папа Ты весь день с ним был? Ты говорил более о нашей встрече с Шерафом? Конечно, нет Где был папа до сих пор? То тут, то там Кузгут, не своди с ума Ты весь день был с ним, скажи что-нибудь Почти весь Отвечай нормально Был с ним или нет? Спокойно, Антонио Если есть проблемы, иди спроси отца Дорогая Кто сделал это? Кто? Я не знаю Не знаю, но мы найдем его Обещаю, найдем Дочка Где ты был до сих пор? Дела всякие Соболезную Спасибо Я переоденусь, потом сядем и поговорим Хорошо Я поеду в прокуратуру Другой раз Держись Ты сестра Шерафа Дагестанлы Если мы проиграем, наши враги выиграют Найди убийц моего брата Это будет моим единственным утешением Обещаю Найду Присматривай за мамой Я теперь здесь, дядя Рафат Этот город обновится Пока не найдутся убийцы моего отца Никто не будет в безопасности Ты кому смелость показываешь? Иди показывай силу в другом месте Али, спокойно Что вы делаете? Ты не вмешивайся, дело Не вмешивайся Отпусти Я покажу всем твое настоящее место Али, все Клянусь, я закопаю тебя в этом саду под бетоном Все я сказала Привыкай, Али Сейчас я на границе с сада Скоро сяду за твой стол Если этот день останет Значит, умер либо ты, либо я Хватит? Что происходит? Мы друзья детства Это вы были, а не я Али Не расстраивай делу Никто не сможет меня расстроить Не переживай И ты уходи уже, пожалуйста Хорошо, хорошо Рыфат Что с твоей рукой? Ты в порядке? Все хорошо Несчастный случай Дай посмотрю Ты показался врачу? Все хорошо, я сказал Не преувеличивайся Ты так со мной Я не твой работник Я твоя жена Прости У меня сегодня умер брат И тебя Когда я больше всего нуждалась в тебе Не был рядом Еще и это твое отношение Ты права Прости Я зову не на тебя А на себя Я не смог быть рядом Твоего брата Своего партнера Не смог защитить Что там произошло? Сегодня была отправка Мы попали под облаву Убегает полиция Вас поймали? Нет Разобрались Разобрались Но это Стало талисман Шермен Пусть это останется между нами Хорошо? Никому ничего не говори Даже детям Ты что-то скрываешь от меня? Нет Нет, жизнь моя Я рассказал все Что ты должна знать Хорошо? Кто тот тип? Кузгун Наш водитель Ты злишься на него Из-за того, что он Заботится о Деле? Нет Дело имеет слабость По отношению к нему Это отдельная тема Но я раздражен на него Самого Почему? История прошлого Ты не знаешь Мой отец Мой отец с его отцом В свое время были коллегами Думаю, как близкие друзья Потом произошли Некоторые ситуации Между нашими отцами Дядя Шереф и папа Стали партнерами А отец Кузгуна Среди этого погиб Спустя годы вернулся Посадил в клетку папу И делу Работает с нами Он враг моего отца И был врагом Твоего покойного отца Кое-каким образом И твой враг Доверься моим словам Я хочу расследование, Тео И первый наш пациент Это водитель Кузгу Этот мир бумеранг Господь велик Ему еще и ловушку подстроили Он умер как предатель Как собака За покойным человеком Нельзя так говорить, сынок Ты не говори, мамочка А я поговорю Еще покрасим все И будет отлично Да? Да, так Есть вести О деньгах со страховки? Нет Кумру тебе звонила? Не звонила Не волнуйся Она, наверное, ищет пути Как уволиться с новой работы Упаси Господь Это разве не журналистка С больницы? Да, она Она пришла Когда ты был у прокурора Бара Дагестанлы Вы пришли Прикрыть смерть Своего отца? Нет Субтитры подогнал «Симон» Узнай все об этой девушке Хорошо Отца убили в то время Когда он должен был быть в компании Еще и вместе с правой рукой Никто не имеет представления о том дне Никаких улик на месте преступления Ни у полиции, ни у прокурора Нет вести известных нам Свидетель, звонивший в скорую Какое-то привидение Его нигде нет Ты хорош в математике, Тео Сколько здесь неизвестных уравнений Нет уравнений, которые ты не мог бы решить Найди мне край, за который я могу схватиться, Тео Чтобы я смог сжечь этот город вместе с убийцами Твой брат идет Брат? Субтитры подогнал «Симон» Брат Кузгун Мой брат Кузгун Добро пожаловать Спасибо Ах, мой брат Добро пожаловать в миру Корректор А.Кулакова Что же сделать? У нас тут кафе. Может, туда? Да какое кафе? Какое кафе? Пойдем к нашему брату Мехмеду. Откроем одну бутыль. Расскажем все. Что расскажешь, брат? Спасибо, друг. У меня есть дело. Хорошо. Подождем. 20 лет ждали. Подождем еще, пока освободишься. Значит, в ту ночь, поэтому ты отпустил меня с депо? Прикрыл брата своего? Ничего подобного. Никакого геройства. Никаких семейных связей, братства. Ничего нет. Ты ведь понимаешь? Понимаю. Хорошо. Давай, с Богом. Смотри сюда. Я не похож на Кумру, чтобы уйти, склонив голову. Мы закроем. Закроем эту дистанцию. Потихоньку будем вступать до марша. Я узнал тебя, а ты меня. Мы сыновья Юсуфа Джабиджи. Если я отпущу тебя из-за пары грубых слов, папа не будет спокойно спать в могиле. Вот как-то так. Ты ведь вернулся, брат. Остальное... Остальное мы все уладим, вот увидишь. Не плачь, не плачь. Смотри, он вернулся, он жив, он здесь. Обещаю тебе, мы потихоньку напомним ему о себе. Хорошо? Не лезь, Лёс. Давай, пока не остыло. Смотри, я и колбасу покрупнее оборезал. Как ты любишь? Ешь? Отсюда не проходит. Фюсун. Мой брат умер. Он ушел, не насытившись жизнью, а меня оставил одну. Ты не одинокая. Есть я. Ты для меня значишь не меньше, чем кисик. Ты моя сестра. Присядь. Ты не одна. Хорошо? Ты вверен на мне кисиком. Знаю, словами... Боль не утихнет. Но я заставил заплатить за то, что они сделали с моим братом. Этот мир им не достанется. Боль не утихнет. Сергей Милеев. Хорошо, доехал? Да Все в порядке? Да, господин Бора Дедушка пришел? Дедушка не дома Знаю, он в стране, куда уезжают пожилые люди Каким должен быть сильный человек? Он должен уметь защитить себя А еще? Он будет на расстоянии даже с любимыми Продолжай Ни за что не должен бояться Иначе акулы почуют запах Правда? От нее не убегают, не сталкиваются Молодец И дедушка твой не уезжал в далекие страны? А куда он ушел? В могилу Твой дедушка умер Я могу поплакать? И ты умрешь? Не умру, пока ты не позволишь Договорились? Никогда не позволю Договорились Еще раз расскажете моему сыну сказки вместо правды обеих уволю Постойка Что это делает в твоем доме? А ты что делал в моем доме? Это не твой дом Это дом наших врагов Дом убийцы нашего отца Ты продал папу за деньги? Слушай сюда Говори со мной подобающе, хорошо? Иначе не появляйся передо мной Ты ответи мне на вопрос Что ты делаешь с этими подонками? Ты что, беда на голову с утра пораньше? Да, я беда Что? Что ты сделаешь? Мне и я беда Боже мой Давай С Богом. Ты на их стороне или нашей? Нет ничего под названием «мы». Я в погоне за своей жизнью. Не идите за мной. Давай. Ты поджег мастерскую, да? Сын моего папы был смелым, и ты ответь смело. Ты поджег. Я поджег. Все? Я поджег. Держись подальше от меня. Держитесь подальше от меня. Тот, кто приблизится ко мне, сгорит. Никакая вы мне не семья. И я вам никто. Я обычный человек, вот и все. Идите по своему течению. Впрочем, как и всегда, не затрудняйтесь. Пойдем. Ты больше не приблизишься к нему, дай мне слово. К умру, ладно, пойдем. Обещай мне, брат, ты больше к нему не приблизишься. Дочка, не дави на него. Дай немного времени брату, хорошо? Он не брат. Он нам не брат. Он не тот сын, которого ты потеряла. Не доверяйте вы ему. Успокойся. Опять ее нервы. Легкой работы. Когда брули, что за дела? Я еще вчера помыл машину. Господин Руфат кофе пролил. А ты чего возишься? Вот что скажу. Может, я устрою билеты на выходные? Сходим? Можно, пойдем. Ладно. Легкой работы. Я побежал. Спасибо. Увидимся. Бехрам Адивар. Мы его знаем? Слушаю. Чуть ранее заметил, в машине господина Руфата есть пятно от крови. И еще на заднем сидении. Причины не знаю, конечно. Точно известно, что это пятно появилось вчера. Потому что вчера я вынул машину. Хорошо. Разузнай, есть ли вероятность ранения Руфата Бельгина вчера. То правда. То, что он нам рассказал, или пятно в его машине. Я хочу знать все. Давай. 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 Портной, ты свободен? Соболезную твоего напарника убили? Смогли узнать, кто это сделал? А ты слышал что-то по этому поводу? Ты из меня какого-то разведчика сделал. Твоя система лучше. Ты... Уши улиц первым делом все доходит до твоих ушей. Обо всем слышишь первым. Я обычный партнер. Но ты прекрасно услышишь, что пожелаешь. По сравнению с такими дворянами, как вы, мои уши улиц ничто. Портной. Никто не в курсе, но война уже у порога. Бор вернулся в Стамбул навсегда. Почему тебя это побеспокоило? Я не могу ничем помочь, но если узнаю обо всем произошедшем... Единственное, что ты должен знать, это то, что Шереф умер. Если услышишь что-то о смерти Шерефа, что бы ни было, сначала сообщи об этом мне, хорошо? Продолжение следует... Продолжение следует... Терзи! Терзи, Элидовриш, ты определяйся. Не заговаривай мне зубы. Что за дела у тебя с Рахутом? Я же говорил тебе, что тот, у кого есть вопросы, придет ко мне. Оставь эти свои темы, типа я уши этих улиц, голос этих земель. Ты работаешь на предателя Рафата? Я это говорил и это рассказывал. Я говорил, что уже стар, чтобы становиться чьим-то человеком. Не вешай мне лапшу на уши. Ты что-то утаиваешь. Человеку нужны ложные обвинения тоже. Вырабатывает стойкость. Скажи мне правду. Правда перед тобой. Тебе решать, что ты хочешь увидеть. А сейчас ты мне скажи. Почему Шерефа убил и оставил Рафата в живых? Твой человек вызвал скорую? Ну, конечно. Об этом знали ты и я, и Рафат. У Рафата не было времени, чтобы действовать, и я сообщил ему обо всем в последний момент. Сказал бы, что эти люди Шериф. Но они бы такое устроили. Уничтожили бы нас. Остается только одна вероятность. Запонка у тебя? Допустим, у меня. Что будешь делать? Отдам Рафату. Самый подходящий момент. Эта запонка не имеет никакого смысла, ведь она не была найдена на месте преступления. Рафат ведь не узнает. Будет думать, что я спас во второй раз. А потом? Что потом очевидно? Я стану его самым приближенным человеком. Сяду за его стол. Он проживет судьбу моего отца. И вздохнет в последний раз в тюрьме. Ты отдашь запонку? Открой сундук. Забирай, пусть будет твоим. Кстати, ты познакомился с Борой Дагестанлы? Нет, только видел его. Теперь он не просто человек. А главное имя. Отныне все, что принадлежало его отцу и его. Ты вернулся к мести. У тебя на то были свои причины. Скажем так, жажда справедливости. Скажем так, твоя жажда справедливости стала причиной смерти двух людей. А сейчас скажи мне. Справедливость слепа или ясна? Справедливость слепа. Ты думаешь, что сравнил весы, а в то время они ломаются? Он обойдет весь мир, чтобы ранить того, кто сделал ему больно. Теперь твое имя в списке целей. Ты встал на этот путь, и обратной дороги нет. Справедливость когда-то была твоим оружием, а теперь станет слабостью. Первой целью Бора будет найти убийцу отца. Он не остановится, пока не найдет. Всем будет интересно, кто убийца, в том числе и прессе. Если думаешь, что сможешь изменить что-то этой запонкой, забирай. Пусть будет твоей. Отныне за столом новый игрок. Борода Гастанлы. Рано или поздно он встанет перед тобой, чтобы отомстить за отца. Рано или поздно он встанет перед тобой, чтобы отомстить за отца. День рождения моего кузгуна. Можешь передать это ему? Нет, нельзя, тетя. Извини. Дочка. Впервые за 20 лет мое сердце не будет болеть в день рождения моего сына. Сколько недель прошло уже, как он приехал? Не смогла обнять его от всей души. Пусть хотя бы труд моих рук окутает его шею. Не говори, что я связала. Если узнает, выбросит. Будто ты связала. Завтра как-нибудь отдай, хорошо? Дочка, разве я так много прошу? Моя красавица. Хорошо. Ладно. Спасибо. Капитан, спрошу у тебя кое-что. Вчера, когда Шерефа убили, папа поехал на одно совещание. Куда конкретно? Я не поехал, он был один. Как это? На такое важное совещание он поехал без тебя? Да. Быть не может. Если твой отец скажет, то может. Он сам был за рулем и не захотел видеть меня рядом. А Кузгун? Или ты подозреваешь отца? Нет. С какой стати? Я подозреваю другого. Снова кого-то спасала? Маленького ребенка, 13 лет. Ты постоянно занимаешься делами детей? Нет. Дела бывают разные на самом деле. Стараюсь рассматривать дела всех, кого считаю невиновными. Значит, профессионально. Сказал бы, чтобы дел побольше было. Но не дай бог. Не дай никому бог скатиться по коридорам полицейского участка. Лучший коридор – это коридор дома, насколько ты понимаешь. Конечно, это так. Куда едем? Поедем туда, где сможем поговорить. О чем будем говорить? О Кумру. При чем тут она? Кумру копается в деле дяди Шерифа. Зачем? Он ей тоже дядя Шериф? Думаю, ты должен прибавить чувствительности в этом деле. Пойди, предупреди Кумру. Прошу тебя. Будучи кем? Будучи братом. Дила, ты проверь свою голову. Все-таки всем нам полегчает. Ты как испорченная пластинка, заедаешь на одном и том же месте. Не надо. Хорошо, ради бога. Останови где-то здесь. Что случилось? Пройдусь, твоего позволения. А машина? Отвези в офис, оставь там. А после свободен. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Чего ты хочешь? Хочу поговорить. С тобой. Я не хочу. А Кумру. Спасибо. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Запах в доме совсем не изменился. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты смогла зайти аж до сюда, потому что я в долгу за жизнь Карталла. Говори, что хотела, потом уходи. И больше не стучи в мою дверь. Кумру устроилась на новую работу. В газету. Мы пересеклись с ней вчера. Где? Она расследует смерть шерифа Дагестанлы. Приехала в больницу, чтобы сделать новость. Тетя Мирьем, как бы мне сказать? У Кумру есть одна черта. Она все держит в себе. Она упрямая. Бесстрашная. Но иногда она действует, не замечая опасности, что движется рядом. Вчера она такие вещи сказала сыну шерифа, что я в самом деле испугалась. У нее могут возникнуть проблемы, а она еще совсем маленькая. Маленькая, говоришь? Ты это сказала? Остановись, прошу тебя. Послушай, я правда хочу только помочь. Помочь? Ты. Сказать тебе, где нужна была твоя помощь? Сказать тебе. Помнишь? Здесь была печь. Ты так любила. Сиди здесь. Я тебе там расчесывала волосы. Твоя мама не могла, бедная. Султан. Не было у нее сил. Я отправляла тебя в школу. Даже воротник ты поправляла. А утрам готовила нам суп Тархана. Мой Кузбун очень любил. И тебя приучил. Ты была дочерью этого дома. Кумру. Ты. В этом доме было две дочери. Бог знает, я тебя так любила. Вы с Кузбуном обожали играть в этом углу. Я думала, наверное, они созданы друг для друга. Мы их вырастим, а потом поженим. Упаси, Боже. Ты. В этом доме. Когда была еще совсем маленькой. Могла бы помочь. Если бы захотела, смогла бы помочь. Помнишь тот день, когда ты вошла в эту комнату? Если бы ты не положила этот пакет, смотри, прямо здесь. Прямо здесь. Сейчас. Ты бы на самом деле помогла тем людям. Ты думала, что я не знала. Ну, конечно. Ты думала, что я не поняла. Я много лет. Много лет думала о каждой детали. Каждый час. Каждую минуту. Я лила слезы. Я тебя там увидела. Увидела. Потом увидела. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Дела. Допустим, ты тогда была ребенком. Не допустим, но ладно, скажем так. Говорят, ведь человек в семьдесят лет такой же, как в семь лет. Это так. Ты потом промолчала. Ничего не сказала. Дядя Юсуф был невиновен. Ты не сказала, мой отец дьявол. Тетя Мельем, прошу тебя. Ты. Откуда тебе знать, как оберегать людей от беды и опасности? Ты только можешь говорить так. Испугалась она, видите ли. Кумру, моя дочь. Кумру, моя дочь. Все еще борется за дело отца. О том, как ее брат стал никем борется. Знаешь, что я сделала? Чтобы она не училась на журналиста. Чтобы она не думала о таком. Но не получается, госпожа дела. Я перестала давать и деньги, а она нашла выход. Всевышний помогает. Она отучилась. Сделала все возможное, научилась. Ты знаешь, почему моя дочь стала журналисткой? Потому что не забыла. Мои дети не забыли. Ливи сказала только что, что запах этого дома не изменился. Запах этого дома очень изменился. В этом доме перестал дышать один мой ребенок. И все еще не совсем вернулся. За ваши дела расплатились мой муж и мой ребенок. Ты много лет назад забрала запах этого дома, госпожа дела. Припиши это своей совести. Надеюсь. Поехали. Поехали. Я могу войти? Проходи, милая. Ты в порядке? В порядке, думаю. Мама тоже приходит в себя. Прекрасно. Ты в порядке? Справляюсь. А сердце? Расскажи мне о нём. Хочу слышать прекрасные вещи. Что случилось? Прекрасная из нашей истории осталась в прошлом. Проживайте новое. Что препятствует? Что препятствует? Наше прошлое. Наши раны. Ещё перечислить, маленькая принцесса. Человек забывает. Вы тоже можете забыть, если захотите. Разве не стоит забыть ради него? Ты смотри на мою малышку. Выросла и учи свою сестру. Какая красота. Спасибо. Особый день? Нет. Просто хочу видеть себя немного энергичной в зеркале. Завтра вечером у нас будут гости. Я поговорила с господином Рифатом и Алей. Хочу собраться всей семьёй. Можешь построить свой график? Конечно. Кто придёт? Бора придёт. Окей. До встречи. Пока. Думаешь, между ними есть отношения? Наши ребята не замечали личных моментов. Хочу удостовериться. Ты что хотел сказать? В тот день, когда убили твоего отца, этот Рифат, должно быть, был ранен на самом деле. Он был у врача, который уже на пенсии. Ты уверен? Доброе утро. Я пришла, чтобы отвезти тебя на завтрак. Причина? Причина? А нужна причина? Мы позавтракали. Довольно-таки рано. Проходите, выпейте чай. В другой раз, дай бог. Спасибо. Надень что-то на себя, я жду. Что такое? Ты правда забыл? Что забыл? У тебя сегодня день рождения. Не принимай отказов. Идем? Дела, я не люблю дни рождения. Кузгун, давай же, я все подготовила. Хорошо, ладно. Вот так вот. Вперед. Куда идем? На Бьюкада. Просто посидим на побережье и хватит. Ты мне весь мозг вынес. Поехали уже. Сегодняшний день так просто не закончится. Давай. Я связала это для тебя. Раз у тебя сегодня день рождения, пусть будет подарком. Спасибо. Звони, если что. Хорошо. Не смотри, что я сказала завтрак. На пароходе только тост и чай. Хорошо, что ты родился, сынок. С днем рождения. Вам нужно расписаться вот здесь. Спасибо. Легкой работы. Стало известно, что вы виноваты в возникновении пожара в вашей мастерской. 130 тысяч, которые являются платой за страховку машин, поврежденных во время пожара. Вам необходимо выплатить сумму в турецких лирах. По закону нужно оплатить в течение 7 дней, после получения письма. По закону нужно оплатить в течение 8 дней, после получения письма. В следующее время выhr ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты знаешь, что это нож для мяса? А ты знаешь, что если надавить на курок, то вылетит пуля? Что ты делаешь в этом доме? Что ты? Вору здесь нечего искать. Эта комната и этот дом мои. Вор тот, кто сейчас спит здесь. Кто ты? А ты кто? Послушай, мне доверили этот дом. Я не боюсь ни тебя, ни того, что у тебя в руке. Я заметил. Скажи, кто ты. Скажи, чего хочешь, и я отпущу тебя. Ну, попробуй не отпустить. Насчет три мы оба опустим. Сейчас. Один. Два. Три. Во-первых, я Али. Во-вторых, я открыл дверь и зашел. Потому что это мой дом. Я вырос здесь. Я сын Рафата Бельгина. И были кое-какие вопросы насчет Кузгуна этого дома. Вот я и пришел посмотреть. Что нашел? Ничего. Твоя очередь. Меня зовут Фюсун. У меня был брат Кисик. Друг Акчи. Он умер. И я приехала к Акче, чтобы здесь держать траур. Тогда мы с тобой на одной стороне. Я бы на твоем месте, до того, как ты расскажешь Кузгуну, что застукало меня здесь, спросил бы у него, кто убил моего брата. Спроси. Спроси у Кузгуна про убийцу своего брата. Спроси, из-за кого он умер. Узнай, для чего горло ты еще сможешь использовать этот нож. Спроси, из-за кого он умер. У тебя нет сегодня никаких встреч? Я все заранее решила. То есть организация дел, да? Это так. Я 20 лет ждала этого дня. Это нелегко. Не купишь для нашей красавицы дочки, брат? Спасибо. Девочка, как цветок? Купи один. Сестра, спасибо, я не куплю. Улыбчивая дочка. Купи одну этому хмурому. Сами купим себе цветок. А что еще делать? В конце концов, нам не нужен мужчина. Я возьму один. Нет мелочи. Оставьте сдачу. Давай хотя бы погадаю. Если хочешь, все посмотри. Мне захотелось. Нельзя? Ты правда умеешь? Я посмотрю, а ты скажешь. Скажи, сестра. Он всегда будет таким в скорлупе? Или я однажды смогу разбить эту скорлупу? Что случилось? Твое гадание неправильное. Ну что, тебе погадали? Обижаешь, сестра. Я восстаю за тебя горой, а ты поздравляешь меня. Этот бессердечный очень сильно тебя расстроит. Ты пожалеешь, что не выберешь сторону отца. Не говори потом, что не предупреждала. Что она там бубнит? Да что она может сказать? Как говорят, не верь гаданиям, не зависят гадалок. Может быть, лучше под тем деревом? Нам это место показалось более подходящим. Но нет вида. Что скажешь? Тебе здесь лежать, ты выбирай. Клянусь, я сказал вам все, что знаю. И что мы теперь будем делать? Что будем делать? Смотри, друзья, столько трудились, копали. Я ценю труд, он не должен пропадать зря. Мне жаль, что ты будешь похоронен. Нет! Отпустите меня, клянусь, я все рассказал. Пожалуйста, отпустите! Нет, нет! Хорошо, хорошо, я все расскажу. Рафат был ранен. Когда он пришел? 7-8 дней назад. Мне нужна точная дата. В прошлую среду. То есть, в день смерти моего отца. Кто был рядом? Он приходил со своим человеком, больше никого не было. Отпустите меня, клянусь, я все сказал, пожалуйста. Я не даю лживых надежд, ты умрешь. Но ты можешь решить, как будешь захоронен. Я бы на твоем месте не выбирал вариант быть похороненным зажимом. Нет, нет, нет! Нет! Скажи мне то, что я могу узнать только от тебя. Клянусь, я вам все рассказал, клянусь! 10 9 8 7 6 5 4 3 Запонка! Рафат уронил запонку на том месте, где его ранили. На его запонке есть первая буква его имени. Спасибо. Ты заслужил лучшую смерть. Ты заслужил лучшую смерть. Не оставляйте после себя следов. Что сейчас будем делать? Что хочешь? Но я не сяду в карету. Мне очень жаль лошадей. Да нет, я тоже не сяду. Ты скажи, ты главная. Но ты именинник. Все-таки свалишь на меня. Тогда подожди, спрошу так. Где хочешь получить свой подарок? Что ты сделала? Что за подарок? Это все твое. Но по очереди. Выпьем сначала кофе. Можно? Давай, выпьем. Почему вы хотите скрыть записи из ресторана? Я никому не доверю свою судьбу. Это ошейник Кузгуна. Когда придет время, он будет использован. Да что ты принимаешь эту месть? Я говорил, что этот тип вернулся ради мести. У него полно таких отец. Кузгун наш враг. И вот тебе доказательства. После того, что он пережил, его преследование слежкой за нами, это очень естественно, сынок. Назови мне стоящую причину для того, чтобы я не убил нашего врага. Иначе клянусь тебе своей покойной мамой, я не остановлюсь. Я тоже так думал. Это Кузгуна убил шерефа. Чтобы спасти меня. Ты все копаешь. Ты выбери какой-нибудь и отдай. Постой, так нельзя. Все по очереди. Жди. Открой. Открой. Давай, открой. Я дала себе слово. Отдать тебе свою коллекцию раньше тебя. Это подарок на твое девятилетие. Спасибо. Там есть и те, которые я выиграла у тебя. Не будем говорить, что выиграла. Я специально сдавал их тебе. Перестань. Это такое глупое оправдание. Придумай что-нибудь получше, тогда и поговорим. А ты все не прекращаешь защищаться, госпожа адвокат. Что не скажу, найдешь ответ. Так и будет продолжаться? Скажи же, что мы тут до вечера? Есть батарейка? Конечно. Включи там. Ты сильно разошлась. А еще Марио. Твоя самая любимая игра. Если не сможешь пройти, дай мне, я пройду. То есть не хочешь, чтобы я прошел уровень? Не переживай. У нас на районе был один из Германии. Как его звали? Он приходил летом с ребятами. Зия, Зия из Германии. Бродяга, сын Хамсы. У него была такая игрушка. Постоянно играл, но нам не давал мерзавец. Клянусь, я столько ночей засыпал с мечтой об этой игрушке. А, друзья. Теперь ты понял, почему я прошу оставить Кузьгуна в покое? Он спас мне жизнь. Почему ты не позвал меня, папа? Почему не взял с собой? Али, не заставляй меня жалеть о том, что я рассказал. Как ты доверяешь парню, которого видишь всего третий день и действуешь сообща с ним, папа? Так было правильно. Ты не понимаешь, что дал ему наши веревки, папа. Если он узнает, то... Что ты наделал, папа? Что ты наделал? Ты стал инструментом в руках Кузьгуна. Али! Я силен против Кузьгуна. Все записи с того дня. Однажды, если Кузьгун решит что-то сделать, то его ниточки у меня. Да и у нас общая судьба насчет шерифа. Их, кстати, там может остаться некая улика, связанная с амами. Поэтому убери в сторону свой гнев. Кузьгун сделал то, что должен был сделать. Выстрелил в шерифа. Пока я был ранен, он мог и со мной покончить, если бы хотел. Но не сделал этого. Если увижу какую-нибудь его ошибку, то своими руками покончу с ним. Но... Не стану ничего делать с ним из-за газет. Не заставляй меня повторять это, Али. Ты будешь держаться подальше от Кузьгуна. Не будешь лезть к нему. Мы по горло утонули, а ты все еще говоришь не возиться с Кузьгуном. Этот тип затуманил тебе мозги. Убрал дядю шериф. А теперь настала твоя очередь, ты что, не понимаешь? Но я не позволю. Вот увидишь. Али! Али, я сказал! Готов к следующему. Вау, смешанная кассета. В тот период это было классикой. Надеюсь, ты не заполнила ее непонятными песнями. Ты умрешь от предубеждения? Послушаешь как-нибудь? Ты уже тогда хотела стать диджейом. Это было специально для тебя. Так ты думала обо мне? Я делала много глупостей, чтобы не думать, но не вышло. Что это значит? Забудь. Следующее. Надо ускориться с этими подарками, а то пропустим паром. А что будет, если пропустим? Не стоит пропускать. Что поделать? Мне ждать, пока древние боги возьмут все на себя? Например, чтобы испортилась погода, отменили все паромы. Да брось же. Пусть этот день будет нашим. Что такого? Не будет. Есть. Есть границы. Что за граница, ради бога? Между нами есть граница, о которой я не знаю? Дела, мы не ровни. Хорошо, раньше были ровни, но... уже нет. Мы что, должны сравняться в профессиях? Что значит быть ровней? Что ты несешь? Пока не опустошу мешок, никуда не пойдем. Не усложняй, ради бога. Не усложняю. Просто пытаюсь дотянуться до тебя. Позволь, прошу. Плыви по течению. Перестань смотреть на время. Уважаемый, принесите счет, пожалуйста. Утомляешь. Очень сильно утомляешь. Поздравляю с днем рождения. Ты куда? Я сегодня никуда не поеду. Тебе счастливого пути. Дела. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И еще, говорят, распаковывать подарки без того, кто дарил... Это к несчастью... Не смотрел еще? Не смотрел... Здравия желаю... Здравствуй... Пусть не повторится, Картал... К добруле, чего хочешь? Хочу, чтобы ты занялся делом... Смотри, в нашей организации есть автомобили... Обслуживанием и ремонтом занимаются на договорной основе с обслуживающими агентами... Но я передам это дело тебе... Почему? Ты разве не в тяжелом положении, Картал? Смотри, от места твоей работы остались только четыре стены... Я напрямую даю тебе дело... А ты покажешь себя... Посмотрим, как это будет... Ты поднимешь голову, а я получу надежного человека... Подумай хорошо... Скажешь мне свой ответ... Картал... Я не милостыню даю тебе, сынок... Я предлагаю работу... Хотя бы подумай... Что тут происходит? Здравствуйте, сестра Мария... Я тебе не сестра... Что ты тут делаешь? Я пришел, чтобы починить машину... Наш труд не продается для бесчестных... Постучись в другую дверь... Давай, Али, давай! Доброго дня! Что он хочет от тебя? Чего он захочет-то? Получил по заслугам и ушел... Благодарю... Спасибо за все... Спасибо за все... Снова устремила на меня свой взгляд под номером три... И что это за взгляд под номером три? Взгляд любопытной мартышки... Что еще? Мне интересно, Кузгун... Что ты пережил, Кузгун? Расскажи, Кузгун... В жизни все имеет свое предназначение... Даже это бревно... А мое предназначение в тебе? Это ты... Иначе я бы не чувствовала все... Это время себя такой... Брошенной, одинокой... Да, мне интересно... Прошу прощения... Даже если ты злишься, бесишься... Мне интересно ничего не поделать... Но знаю, что под этой маской стоятся 20 лет... Если... Знаю... Двадцать лет, Кузгун... Легко сказать... Целых двадцать лет... Ты никогда не хотел вернуться... Вместо того, чтобы быть Акчой... Ты правда не хотел сюда вернуться, Кузгун? Не хотел... Не вернулся, потому что... Потому что я был мертв, дело... Чтобы вернуться к жизни, я должен был кем-то стать... Я и стал Акчой... На самом деле, не так плохо жил... Со мной много кто делился куском хлеба... Крыл... И было много тех, кто защищал Аберега... Спасибо им... Спасибо им... И я легко нашел свою дорогу... Поначалу был неопытным... Со временем созрел... Шериф Дагестан Лэ этим партнерством стал бурной темой для обсуждения... А потом же был прошлый... А потом же был прошлый... Да что такое? Снова сломала систему... Хорошо, прошу прощения... Продолжай, слушаю... Вот так вот... Акча так и свыкся с жизни... Если бы человек знал, что его ожидает... Ну, последствия своих поступков... Не выжил бы, наверное... Ты ведь мне ничего не сделала... Наши отцы попали в передрягу... И все шишки мне... Нет ничего, что бы заставило тебя сожалеть... Будь спокойным... Что выпьем? Выпьем чего-нибудь? Есть чай? Хорошо, что вернулся... Столько лет... Столько ожидания... Это все стоило этого момента? Мы в глубоких водах... Не стоит нырять, иначе не выплывем... И не будем выплывать... Я не боюсь задохнуться... Не проси того, чего не будет... Я не прошу пощады... Здесь... Если здесь есть для меня место... Его только хочу... Похоже, я влюбилась в тебя... С каких пор они здесь? Пришли после обеда... Недавно зашли в дом... Дело... Дело... Я не люблю тебя... Я не люблю тебя... Без всяких может и возможно... Это точно... Мы были детьми... Все осталось в прошлом... Не пойми неправильно... Ты очень красивая... Только не начинай... Если я буду с тобой... Это будет неправильно... Если скажу, что люблю... То только из-за уважения к прошлому... Нельзя... Я тоже хочу влюбиться... Например... Чтобы у меня была семья... Ради которой я мог... Отдать душу... Чтобы была жена... Но это не ты... Ни сегодня... Ни завтра... Никогда не будешь ею... Не через это... Ты... 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 Тут нет ничего... Чтобы билось... Ради тебя... У нас с тобой нет будущего. Не бей, хватит уже. Я умерла? Субтитры создавал DimaTorzok Айролмая межбуром Не волнуй, анна, бей Субтитры создавал DimaTorzok Айролмая межбуром Айролмая межбуром Не волнуй, анна, бей Субтитры создавал DimaTorzok Он расстроил ее Айролмая межбуром 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 Дела Дела Давай вставай, ты замерзла Заболеешь потом Одень Ты сможешь подняться? Ладно, я в порядке Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Прошу прощения, Дила Я не хотел навредить Клянусь, я подумал, что... Я лишь хотела укрыть тебя Дила 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 Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 сюда пришел кто-то. Кто? По имени Али, и я увидела, возвращаясь с магазина. Почему ты только сейчас об этом говоришь? Я испугалась. Сказала тебе всякие вещи и ушел. Что сказал? Что говорил? Видите ли, я у тебя должна спросить, из-за кого умер мой брат. Видите ли, этот дом принадлежит им. Кто это человек? Чего он хочет от тебя? Сюсо, этот человек не подойдет к тебе ближе, чем на сто метров. Если приблизится, сообщи об этом. Спасибо. Ты не хочешь? Нет. Сынок, говори же громче. У мужчины должен быть громкий голос. Джентльмен, разговаривай, не должен повышать голос. Это будет невежливо. Ты великолепен, милый Атлас. Пожалуйста, научи вежливости мужчин нашего дома. Шермен, этот камень был в наш огород. Разве ложь седа? Что могу сказать на правду? Дела. Ты в порядке? Выглядишь бледной. Нет. Я в порядке. Вчера ночью замерзла немного. Да, я тоже. Вчера был резкий холод. Да, так. Господин Рефат, пришел к узгун, хочет вас видеть. Хорошо. Простите, с вашего позволения. Что случилось? У меня хорошие вести. И что же? Бояться отныне нечего. Никаких улик. Молодец, Кузгун. Молодец. Ты голоден? Нет, я не буду вас беспокоить. Идем. С сегодняшнего дня, Кузгун, мой телохранитель. Госпожа Мираль, накройте. Как бы там ни было, отныне он из нашей семьи. Али, у тебя рука кровоточит. Ничего. Есть вести по делу шерефа? К сожалению, нет. Адвокаты, прокуроры, полицейские, все что-то делают. Но пока вести нет. На самом деле у меня есть предложение деле. Если она примет. Смотря что это? Касаемо дела отца. Я нуждаюсь в доверенных глазах внутри. Будешь моим адвокатом. Думаю, будет вернее держать делу вне этого дела. Почему? По-моему, это прекрасная идея. Дай мне, будет спокойнее. Да, дела. Что скажешь? Поможешь мне найти убийцу моего отца? Я на самом деле чаще работаю по желанию. Этого и не хватает, но я желаю в своей жизни. Душа. Поговорим с тобой об этом позже. Дела мои ничего для тебя не значим. И если ты займешься этим делом, все может измениться. Я тоже так думаю. Да, и ты не ради денег будешь это делать, как другие адвокаты, а для семьи? Дядя Рафат. Мы не правы? Правы. Правы, конечно. Хорошо тогда. Поговорим. Я наелась. Ну-ка, вставай. Может, поиграем? Можно. Ну-ка, поднимайся тоже, Атлас. И ты можешь пойти. Во что поиграем, мышонок? Вечеринку. Весело. Ну-ка, пойдем тоже, Атлас. Вечеринку. Начали. Теперь спускайте вниз, вниз, спускайте. Вы оба слева. Спускайте вниз, вниз. Поднимайся наверх. Наверх, Дефне. Наверх поднимайся. Атлас, ты оставайся на месте. Ну-ка, посмотрю. Теперь оба спускайтесь вниз. Вниз. Заново. Давай. Дай посмотрю. Оба спускайтесь вниз. Спускайся вниз. Вниз. Ну, почти. Ну-ка, еще раз. Получается, получается. Мы выиграли. Ну-ка, давайте. Что на очереди? Бора. Зайди внутрь. Мы пойдем уже. Как пожелаешь. Атлас? Пойдем, давай. Я, пожалуй, пойду. Доброй ночи. Что он привез? Улику. Отныне никто... Никто не сможет связать меня со смертью Шерепа. Ты серьезно, Бора? Кажется, я упустила шутку. Бора не контактирует ни с кем, кроме Атласа. Кажется, и в этот раз получится. Извиняюсь. Увидимся. Увидимся, дело. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О чем вы говорили с папой? Ни о чем, касающемся тебя. Что ты проворачиваешь, Кузгун? Что случилось? Почему вчерашнего опять заподозрил? Не веди себя невоспитана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что ты об этом знаешь? Говори... Говори открыто. Правду. Я узнал убийцу твоего отца. Смотри. У двери стоит подходящий тебе. Окно закрыто, то есть. Слушай сюда. Тебе неинтересно? Кто? Кузгун. Дядя Шерефа убил Кузгун. Говори, Боро. Ты прикончишь Кузгуна или это сделать... Мне? Мне. Ты прикончишь Куз вашу. Ты прикончишь Кузгун. Парижун. Парижун. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...